США сводят счеты с Мадуро на фоне кризиса и болезней США сводят счеты с Мадуро на фоне кризиса и болезней 8 часов 11 апреля 2020 года Обновлено 8.13.11.2020 года AP Photo, Ariana Cubillos В защитной маске поезжают мимо граффити в Каракасе AP Photo, Ariana Cubillos Москва, 11 апреля новости, Галей Ибрагимова Соединенные Штаты не оставляют попыток сменить власть в Венесуэле даже в условиях пандемии Боливарианской республике пока удается сдерживать распространение коронавируса Но из-за американских санкций система здравоохранения может не справиться с наплывом больных Вашингтон готов снять ограничения Однако взамен требует ухода Николаса Мадуро с поста президента Уступят ли Каракас Вашингтону, разбиралась РИА Новости Коллективный карантин и дезинфекция Каракас не узнать Абсолютно пустой город четвертую неделю подряд Я живу в 20-этажном здании и за время карантина ни разу не пересеклась с соседями ни в лифте, ни в подъезде Все сидят по домам, школьники и студенты учатся онлайн Малоимущих правительство обеспечивает продовольственным пайком, но исключительно оглеводным Рассказывает РИА Новости жительница Венесуэлы Евгения де Мадрид В Боливарианской республике пока всего 170 инфицированных ВОЗ полагает, что венесуэльским властям удается сдерживать эпидемию Для сравнения, в соседней Колумбии, согласно данным университета Джона Хапкенса, 2223 больных В Панаме 2752, в Эквадоре почти 5000 Ройтерс, Ману Юр Квинтеро Дезинфекция рук при входе на рынок во время пандемии коронавируса в Каракасе Спасение в бензине В городе маски и перчатки обязательны Немногочисленные автомобили, которые нет-нет-да колесят по городу Останавливает дорожная полиция и проверяет пассажиров Продолжает де Мадрид Единственное, что беспокоит жителей крупных городов Это ситуация с бензином По признанию собеседников РИА Новости Достать его в стране практически невозможно Даже за большие деньги не найти Венесуэльцам к кризисам не привыкать Посмотрим, насколько нам хватит терпения на этот раз Отмечает Диасаль Ситуация может ухудшиться Полагает эксперт Центра изучения кризисного общества Соавтор телеграм-канала Латом Татьяна Русакова Сейчас бензин получают только военные Обеспечивающие порядок и стабильность режима Мадура Но поставки продовольствия, работа медицинских служб Да та же перевозка больных на машинах скорой помощи Для всего этого нужен бензин Если он так и не появится Число заболевших резко увеличится Уверена она Женщина в защитной маске на уличном рынке Во время общенационального карантина в Каракасе Венесуэла Представление о том, что Венесуэла нефтедобывающая страна А потому бензин стоит дешево Давно не соответствует реальности После того, как США в начале 2019-го ввели санкции против государственной компании Внешние рынки для страны закрылись Доходы бюджета резко сократились А нефтеперерабатывающий сектор практически лишился инвестиций Дешевая нефть не означает дешевый бензин Сырье надо очистить и переработать Но нефтеперерабатывающие заводы Которые и до санкций нуждались в капитальной модернизации Сейчас практически встали Необходимы серьезные инвестиции А денег нет Нефтяная отрасль в упадке И это чревато серьезными последствиями Объясняет Русакова Венесуэла Николас Мадуро в защитной маске Во время встречи во дворце Мерафлорис в Каракасе Президент Венесуэлы Николас Мадуро в защитной маске Во время встречи во дворце Мерафлорис в Каракасе Мадуро в сторону Гуайда в отставку Не менее серьезная проблема Способная усугубить ситуацию с коронавирусом Двоевластие, установившейся в стране в январе прошлого года США и ряд европейских стран отказались признавать легитимность Николаса Мадуро И поддержали президентские амбиции оппозиционера Хуана Гуайда Россия, Китай и некоторые другие государства Продолжают считать Мадуро единственным законным лидером Боливарианской республики Учитывая, что решающие слова в отмене санкций за американцами Венесуэльские политики обратились в Вашингтон Но там считают, что пандемия не повод ослаблять давление К тому же ограничения не распространяются на поставки медтехники в страну Смягчить Вашингтон попытался и поддерживаемый им оппозиционер Гуайда Он предложил план создания переходного правительства Венесуэлы В него могли бы войти и оппозиционные объединения и представители правящей социалистической партии Ройтез, Ману Юр Квинтеро Хуан Гуайда во время демонстрации в Каракасе лживые обещания идею переходного правительства Прокомментировал и официальный Каракас Глава МИД Венесуэлы Хорки Ариас заявил Что правящая социалистическая партия и президент Мадуро категорически против Госдепартамент США не оставляет попыток установить в нашей стране правительство под опекой Вашингтона Но боливарианские власти никогда не примут никакой опеки ни от одного иностранного правительства Написал он в Twitter В опубликованном позже комьюнике внешнеполитическое ведомство было еще красноречивее Добиваться геополитических преимуществ в условиях глобальной пандемии могут только жалкие люди без малейших чувств Обещание США снять санкции с нефтяного сектора в Каракасе назвали лживыми еще и потому Что в конце марта Госдепартамент предложил 15 миллионов долларов за помощь в аресте Мадуро Американский Минфин обвинил президента Венесуэлы в наркоторговле и хранении оружия Якобы он возглавлял крупную банду Картель Солнц И руководил наркотрафиком из Колумбии в Америку Так Мадуро пытался подорвать здоровье и благополучие американцев Утверждает Минфин За содействие в задержании сообщников венесуэльского лидера пообещали 10 миллионов долларов Ройтерс, Пу, Андрю Харник Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне Снять санкции без условий План переходного правительства По мнению Татьяны Русаковой Было бы трудно реализовать Ни власть, ни оппозиция, ни США не готовы к компромиссам даже на фоне пандемии Какие могут быть переговоры Если американцы сначала обещают за голову Мадуро 15 миллионов долларов А потом заявляют, что могут снять санкции Если президент согласится на переходное правительство Задается вопросом эксперт Конечно, Мадуро не пойдет на такое Тем более США не дали никаких гарантий По мнению Русаковой, самым правильным было бы снять санкции без каких-либо условий Ситуация с коронавирусом в Латинской Америке серьезная Многие венесуэльцы возвращаются на родину из соседних стран И эпидемия может стать неконтролируемой Учитывая, что все это происходит на американском континенте От дальнейших осложнений не застрахован никто, заключает эксперт Возле закрытой автозаправочной станции во время пандемии коронавируса в Каракасе Врач возле закрытой автозаправочной станции во время пандемии коронавируса в Каракасе